Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Товарищи, самое главное для военного человека, и мы с вами это хорошо знаем, это защита своего Отечества, своего народа. В этом не только смысл всей военной службы, но и всей жизни тех, кто посвятил себя служению своему народу. При этом свой основной экзамен на верность Отчизне воин сдаёт именно в условиях боевых действий, сопряжённых с огромным риском для жизни и здоровья. Здесь, в Сирии, вдали от родных рубежей, вы выполняете именно эту задачу, защищаете нашу страну, потому что, помогая народу Сирии сохранять свою государственность, отбивать атаки террористов, вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране. Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас, в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался. Да, угроза террористических проявлений во всём мире ещё очень высока. Однако задача борьбы с вооружёнными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооружённых сил, в целом решена. Решена блестяще. Поздравляю вас. Наши вооружённые силы, предприятия оборонно-промышленного комплекса показали растущую мощь российской армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений. Лётчики, моряки, силы спецопераций, разведка, военнослужащие органов управления и снабжения, военной полиции, медицинской службы, сапёры, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата – мужество, героизм, слаженность и решительность, блестящую выучку и профессионализм. Родина гордится вами. Убеждён, вы всегда будете верно служить Отечеству, защищать и отстаивать наши национальные интересы, страну и её граждан. Сирия сохранена как суверенное независимое государство. В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования эгиды ООН. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования – в Тартусе и здесь в Мимиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём им такие удары, которых они пока и не видели. За два с небольшим года вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, жёнам, детям, друзьям. Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Родина ждёт вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу. БУДУШИСЬ КЕМИРАТ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Добрый день, уважаемые товарищи. БУДУШИСЬ КЕМИРАТ Очень рад Вас видеть. Уже не в такой. Официальные обстоятельства не встрою. БУДУШИСЬ КЕМИРАТ БУДУШИСЬ КЕМИРАТ БУДУШИСЬ КЕМИРАТ Я считаю, что это один из дней господа Сухилова. Мы сейчас только разговаривали с президентом. Мне и ваши российские коллеги говорили об этом. БУДУШИСЬ КЕМИРАТ Что вы и ваши военнослужащие воюете очень решительно, смело и результативно. БУДУШИСЬ КЕМИРАТ Мы надеемся, что такое взаимодействие и дальше будет приносить нам общий успех. Если у него есть и летчики, то мы с Украиной. Если у него есть и летчики, то мы с Украиной. И у Иванаев, КПФ, вместе с Сухилом. Иванаев, который работал в Украине с Украиной с Украиной с Украиной. Вы носили его в поле боя раненые? Какой исчезает Украиной с Украиной с Украиной с Украиной с Украиной? Летчики наши ездят? Нет. Старший лет летящих. Как это было? Вы с какой частью? С центральной головой? С Санкт-Петербург, да? Как вы здесь? Здесь я находился около двух месяцев. Август, с сентября. Мне показывали результаты вашей работы. Вы боевые. Поздравляю вас. Очень хорошо. Поздравляю вас. Но, так как мы и говорили раньше, вы наверняка можете это подтвердить. Участие в боевых действиях АСК повышает профессиональный уровень мастерства. Так точно, потому что на полигонах все-таки это учебная работа. Работа здесь – это работа реальная. Тот опыт, который можно получить в реальной работе, его не получишь в мирной жизни. На полигоне вы только работаете по мишеням, а здесь вы сами являетесь в мишене. Здесь и по вам работают. Это большая разница. Заместитель командующего группировки «Инфраг» генерала Иванаева по его упражнению. Ракетные войска. Наверное, самое главное, вы правильно сказали, мы здесь испытываем и проходит много образцов вооружения, но это не самое главное. Самое главное – и ценность государства и ее вооруженных сил. Самое главное – это армия и ее, наверное, офицерский корпус, сержантский корпус, ее солдаты. Так вот, то, что здесь происходит, товарищ Волон Иванович, солдаты, сержанты и офицеры получают веру в победу. Веру в победу своей армии. Под вашим руководством. Это самое главное, наверное. А техника – это все уже потом. Главное – и люди. Машина. И нужно уметь ей пользоваться, с ней обращаться. Я так понимаю, Иисуп Мамедович? Иисуп Мамедович. Воем Амадов. Заместитель командира второго военной полиции. Да. Это вы В окружении были? Вы приняли его в окружении? В окружении. В окружении. В окружении. Время полиции выполнял задачу о том, что в режиме покращения огня. И с 19 сентября с началом динаметра обстрела, согласно расчету за круговую оборону, подозначили свое местоположение, установили флаг Российской Федерации, так что видно было только нашим ледчиком с воздуха. И с началом авиаудара наши штурмники нанесли сокрушительные удары по боевикам, и после этого боевики понесли большие потери, отступили, оказалось брешь. И чем я решил воспользоваться? На максимальной скорости выглянулся в сторону хамы и располагались нашелся. На встречу мы встретились с нашей эвакуационной группой на бронированной технике и сображдении боевых полетов. И под ее прикрытием покинули институционные боевые действия без единой потери. Добрались до расположения наших войск. Медики наши, горизонная группа. Продолжение следует... Выполняли задачи по оказанию гуманитарной и по большей части медицинской помощи очень мирного населения из Парабской избраны. Приезжали в битвы от интернета, вот так и показывали медицинскую помощь. Конечно, очень безслезный взглянешь на детей, которые проводились застарелыми неназерными ранениями. Но не так страшны их телесные ранения, как душевные, что они испытали. В ходе этой страшной войны. Но мы справились с этой задачей, оказали помощь очень благодарным делам населения. Сколько человек прошло через госпиталь? Через госпиталь? Ну, порядка пяти тысяч. За наш период, за время нахождения, три месяца, порядка пяти тысяч. В целом почти пятьдесят семь тысяч. Сколько человек работали в госпитале? У нас были выездные врачебно-оседственные бригады, совместные центры примирения. Это две, ну, максимум три, а так одна, две бригады. Врач и медицинская сестра. Медикаменты, оборудование здесь? У нас всё своё, мы всё возили с собой, соответственно, разворачивали либо предпособленного здания, либо палатку разворачивали и оказывали помощь. Всё, оборудование с собой. Оказывали помощь на дужину. Сапёры, знаешь, очень достойно работали. Сюжант Губанов, международный противоминный центр вооружённого СССР. Сыжант Губанов, международный центр вооружённого Zoevarka Павел. Назв 건�итивширс Федерации. Здесь, многоführка, 4-го Кавеллова. Когда с минами работает, не волнуйся. Вот эти милоками 1800 минные адвокатные предметы обезврежемы. Сколько? 1800. Более полутора тысяч. Здесь уже третью командировку, Пальмира, Алеппо, на данный момент Дейр Зор, сколько обезврежем я уже сказал. А где вы учились в Международном противоминном центре, у нас каждый день идут занятия, все замечательно на разных циклах. У нас циклы взрывоопасных предметов, а также самодельных взрывных устройств. Здесь очень много самодельных взрывных устройств. и изощренный, просто бывает даже что-то и не ожидаешь увидеть самозапоминающийся. Это, наверное, первая командировка сюда. Это в Пальмире при разминировании исторической части города Пальмира. Мы работали во дворце в виде инженерного разведки местности. Там был обнаружен колодец, после чего было принято решение спуститься вниз, когда спускался было жутко, колодец был метров 20-25 глубиной, после чего было обнаружено, что из него уходит туннель. При входе в туннель была установлена растяжка, растяжку я снял, далее продвинулся дальше, где был обнаружен очень большой схвал боеприпасов и взрывоопасных предметов. Было принято решение это все уничтожить, что я и сделал. Это было самое запоминающее, что произошло здесь. Ну, наверное, потому что первая командировка. Туннель рухнул, да? Там ничего не осталось от него. Большое количество боеприпасов? Очень много, короче, другого командировка. Количество не могу сказать точно, но очень много было взрывоопасных предметов. Здорово. Сколько с тобой работают ребят на месяц? Лично со мной. У меня отделение 11 человек. В общем, у нас три группы во всем интернете. Тремя группами ездим, выполняем задачи. Всем передавайте большое привет. Спасибо. Спасибо. Я заместитель командира группы специальной операции, капитальный лейтенант Медведев. Командировки находимся с сентября месяца. Поэтому за такой срок довелось поработать в различных районах. Особенно запомнился период, когда проходила активная паза наступления в районе города Эль-Каритейн. Задача в моей группе была поставлена вести наблюдение за противником и на день авиации. Вот так вышло, что в этот период было установлено наступление правительственных сил и, воспользуясь возможностью, поддержали наступление своих товарищей, в результате чего было внедлежено силами группы порядка 50 боевиков, пикапы с зенитными установками, и когда противник отошел с своих рубежей, когда правительственные силы заняли свои рубежи, наблюдатели обнаружили большое скопление техники после отхода, которые с помощью технических средств разведки мы выявили координаты этой точки и навели авиацию. – Хотелось бы отметить, что авиация работает очень оперативно и качественно, точно идет по своим целям. – Все породили. – Так точно. – Вот все. – И вот она. – Летчик-оператор, вертолёт МИ-35, уже вторую командировку здесь, сейчас приблизительно уже где-то около 150-180 боевых вылет. Работали и Шерат, и Стефора, и Девизор, и МИМ тоже. Ну, самое запоминающееся было, это когда на Шерат пришла задача помочь правительственным войскам занять высоту в район Памир. Получили, пошли парой, с основанами «Восьмерка». Пришли туда, с дальностью прицела обнаружили боевиков, две ЗВУ, сразу сняли. Ну, по бандитам, неуправляемым ракетным вооружением отработали, начали отворачивать влево, в сторону аэродрома, поднялась пыль там, после того, как применяли вооружение, поднялась пыль, смотрим, еще две ЗВУ вылезли. Попытали, и так было. Довернули еще, и зацветили, и поехали на аэродром. – Поехали. – Как на такси, надо рассказывать. – Так и здесь, привыкаешь. Но все-таки надо быть аккуратным. У вас сложная работа. У всех сложная. Особенно вертолетчиков. Ну что, я хочу вас еще раз поблагодарить. – Вот, можно так. – Если позвольте, даже пару слов. – Хочу благодарить. – Хочу благодарить. – Вот, хочу благодарить всех за их работу. И хочу благодарить за вот это образцовое показание сплоченности российских и сирийских бойцов-солдатов. – Один срок. – Та кровь, которую мы продлеваем, она уже пять-шесть лет, то есть так вот, она идет, и мы это наблюдаем. – Кроме нашей сплоченности, она заряжается не только на совместных боевых действиях. У нас очень много совместных семей, дети которых живут и в Сирии, и в России. Семьи переплетились. То есть, очень много культурных традиций, и очень много переплетения уже социальной семьи. – То есть, если кратко сказать, кровь была наша переплетена за счет семей несколько десятков лет назад, когда мы стали совместно проживать, появились совместные семьи, а сейчас кровь нас сплотила совсем для другого дела. Но это сплочение тоже является одним из видов сплочения крови, когда мы проливаем одну общую братскую кровь во время одной главой цели. – И ту кровь, которую мы вынуждены проливать, она гораздо сильнее по всем показателям и мощнее, чем ту кровь, которую проливают террористы под нашим натиском. – За несколько дней до того, как произошло освобождение города Бу-Кемаль, я связывался по телефону с бригадным генералом Сухей. – В то время, когда он возвергся на атаке, наступлению нескольких автомобилей, начинённых взрывчаткой игиловцев, в его ряды в боевой порядке пытались. – И тогда он потерял в этот день, в результате подрыва этих автомобилей, джихад-мобилей. – Потерял около 60 человек только за один день. – И до этого за день за два тоже потерял большое количество людей, примерно то же самое количество. – Но вот это та кровь, которую пролили его солдаты, его бойцы. – Это и есть та кровь, которая освободила и зачистила Бу-Кемаль и все остальные города восточной зоны. – Мы сейчас лично не отличаем, нет никакого различия в понимании, российская кровь или сирийская кровь в крови здесь. – И я уверен, через какой-то дружинок времени, сто лет меньше, наши внуки и правнуки будут изучать эту историю и будут изучать героические подвиги российских военнослужащих, сирийских военнослужащих в равной степени, как в школах России, так и в Сирии. – И это победа, и ваш приезд, господин президент Владимира Путина, для меня является великим проявлением для себя личной гордости. Я очень рад вашему приезду, первому приезду в Сирию в такое время и по такому поводу. Большая честь для меня. – Спасибо. – Хочу вам пожелать всем успехом. – Мне министр докладывал об этих тяжелых планах. – Вы должны еще знать, он вообще не встречается со своей семьей. не видит свою семью, он постоянно живет на поле боя, вообще не видит семью уже несколько лет. – Надо повидаться. – Дай Бог после победы. – Я желаю вам удачи. – Всем большое спасибо. – Спасибо большое. – Приближается наш праздник, Новый год. – Я хочу всех вас поздравить. – Пожелать вам. – Пожелать счастья. – Вам и всем вашим мальчикам. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.